Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 апреля. Сейчас я вышла поливать свою рассаду. Вот видите, вот это вот все зеленое море нужно полить. И когда я показываю в своих видео вот это огромное количество стаканчиков, многие спрашивают, как вы их поливаете? Лейкой сверху или как-то? Потому что люди понимают, что чтобы полить вот около тысячи, например, стаканов, это ведь нужно очень-очень много времени. И кто-то думает, что этот процесс можно как-то, ну как ускорить или упростить, или автоматизировать. Хочу вас разочаровать. Нет. Процесс полива это самая такая трудная процедура. Она не сказать, чтобы трудоемкая, но очень затратная по времени. Ее нельзя отложить, это ежедневный труд. Потому что вот когда мне вчера писали, ну вот вы хоть Пасху-то отдохните, ничего не делайте. Люди интересные, как можно ничего не делать целый день, если у меня вот жара стоит, рассада засыхает, умирает. Если день не полить, маленький стаканчик 200 грамм, любой опытный огородник вам скажет, он пересохнет и рассада погибнет. А у меня вот, например, вот этот вот лоток, здесь собраны все черные принцы, которые мне зрители прислали разных-разных характеристик. Ну короче, одно и то же название сорта, но с разными характеристиками. Вон там стоит козула, которую я с Латвии выпросила, прислали. И вы что думаете, я с таким трудом получила эти семена и не выйду поливать, потому что Пасха. Ну правильно, одна зрительница написала, что с нас 70 лет выбивали вот эту вот, как сказать, вот эту богобоязнь перед этими работой в праздники. И мы всю жизнь работали в праздники. Я в советские времена всегда работала по сменам и на заводе, и потом в магазине. И в Пасху мы всегда работали, никто не считал это ни каким-то грехом, ни какой-то страшной вот такой вот, как сказать, ну нарушением каких-то божьих законов. Трудиться можно всегда, поэтому я сегодня, вот в Пасхальный день, все равно вынуждена выходить и поливать. Остальной день, конечно, я проведу с внуком, вот он у меня на грузовике катает. Вчера целый день я просидела в этой песочнице в виде грузовика, он меня возил, а я должна была показывать, куда вправо или влево. Ну короче, игрушками занимались, но полив это святое. И вот сегодня с утра пораньше, пока еще не стало совсем жарко, я вижу, что уже вот там, видите, подвялые листики такие, они уже унылые. Мне нужно срочно создать им комфортные условия, я поливаю. Полив вот в таких вот стаканах, возможно, у меня, не знаю, может кто-то знает какой-то автоматизированный полив. Я поливаю вот этой лейкой с длинным носиком, чтобы не на верхние листья ни в коем, ну как, на головы им лить нельзя ни в коем случае, потому что они обязательно будут солнечный ожог. А вечером в ночь я их тоже стараюсь ни на листья, никуда не поливать, потому что холодно ночью и могут быть болезни. Так что поливать только в стаканчике, вот таким вот длинным носиком, который может туда залезть. Видите, как удобно? Я лоток, вот он третий ряд, он достает, как бы вам, чтобы видно было. Он достает даже до самых последних стаканчиков, не говоря уже про крайние. И у меня так как грунт всегда ниже на один палец, чем верх стакана, я наливаю полностью до краев. Вот так вот каждый. Это миллиметровая такая тщательная, кропотливая работа. Наливаю каждый стакан. Видите, пузырит, Саш? За вчерашний день они так высохли, что у них влага почти вся испарилась. Неужели я смогу спокойно день лежать на кровати, на диване, смотреть телевизор, когда знаю, что моим питомцам плохо? Тут уже не до законов божьих, не до каких-то наказаний, нарушений. Иду и поливаю. Все, и вот так. Один за одним лоточек. Один, другой, третий, четвертый, десятый, двадцатый, сороковой. Я дойду до туда. Сразу скажу, что полив занимает не менее часа. Вот один час отдай, вот этот вот, и не греши. Полил, потом гуляй спокойно целый день. Вечером я осматриваю еще раз. Если погода не сильно жаркая, то их хватает до утра. И они в ночь уходят в таком, в полувлажном состоянии. Если я приду, посмотрю вечером, что грунт пересох, особенно вот там, где солнце самое, такой первый ряд, то я буду поливать еще раз. Ну, еще полчаса или час. Вот так вот, постепенно, помаленьку, вырастает моя рассада. Это, которая уже, я, скорее всего, буду в открытый грунт, наверное, ее высаживать. Ну, короче, куда придется. Вот эти черные принцы, они одни из последних были сеяны, потому что я уже все ждала, ждала, собирала, сколько еще будет черных принцев. Черных принцев очень много. И козулы у меня пришли только 10 марта. Все они здесь. Вот это будет или в последнюю теплицу, или в открытый грунт. Да, полив сложный. Очень это, как бы, не всякий, наверное, выдержит столько стаканчиков вылить. Но ничего, с песнями. Мурлычишь себе под нос и вперед.